Умение владеть катаной и старинное японское боевое искусство как будто переместилось с гравюр 18 века в выставочный зал художественного музея. Битвы самураев, императоры и красавицы гейши, дворцы и храмы, театр кабуки и виды знаменитой горы Фудзи. Все это укийо-э, искусство, получившее свое распространение в эпоху эдо. Был издан очень строгий указ о том, что ни один японец не мог покидать страну и ни один иностранец не мог за небольшим исключением ее посетить под страхом смертной казни. Поэтому следствием такого закона стало развитие внутренней культуры, внутренней экономики, туризма и в частности укийо-э. Это стало изображение жизни горожан, повседневной жизни. Укий плывущий, йо эпоха, э картина. Укийо-э ускользающий момент быстротечной жизни, написанный художником на дереве и перенесенный на бумагу. Воплощение философии страны восходящего солнца. В Японии с помощью укийо-э украшали жилища, заказывали вывески для чайных домов и афиши для театров кабуки. В конце 18 века, во времена расцвета этого искусства, когда творили лучшие художники, такие гравюры мог купить себе любой японец. Одна картина стоила чуть больше, чем чашка риса. А теперь для всего мирового искусства образцы японской аксилографии бесценны. Японская гравюра оказала огромнейшее влияние вообще на мировое изобразительное искусство. Перечисленные художники, плюс вообще вся русская графика начала 20 века, она, собственно, использует приемы японской графики. Самое главное еще, то, что открывает ли себя художник, это соотношение изображения и текста. Когда текст, это тоже самое изображение эмоциональное, что, например, в нашей графике отсутствует зачастую. Больше 60 аксилографий в Череповец привезли из Санкт-Петербурга. Этой выставки все любители японской культуры ждали давно и теперь смогут насладиться моментами жизни Японии и узнать больше об истории, традициях и культуре этого государства до середины июня.